Девушки отдыхают Дома высотного живет молодой человек Он одинок, у него нет девушки Он страдает по этому поводу И вдруг он замечает Что в этом же подъезде живет девушка Ослепительной красоты И таким путем несложных Бытовых вычислений и наблюдений Он понимает, что она живет на самом верхнем этаже На 23 этаже этого дома И он начинает мучительно думать Ну как же с ней познакомиться Он такой робкий парень И вдруг он собирается однажды На свою, значит На какую-то корпоративную вечеринку И видит, что у него мятая рубашка И у него паника Потому что надо гладить рубашку А утюга нет, утюг сгорел И он думает, о, это прекрасный повод Я пойду к ней И просто попрошу у нее утюг Должен быть у девушки утюг И там слово за слово как-то мы познакомимся И вот он подготовив себя морально Выходит из квартиры, закрывает ее Вызывает лифт, чтобы ехать к этой девушке А лифт не работает Мало ли, ну бывает такое Не работает лифт И он, проклиная все на свете Идет вверх и думает Так, ну хорошо, я же не могу Вот я позвоню в дверь Я же не могу сказать ей там Здравствуйте, а нет ли у вас утюга? Ну это глупо Надо что-то начать там Здравствуйте, меня зовут так-то Я живу в вашем же подъезде Я вас давно уже, так сказать, знаю Вижу, смотрю на вас Очень красивая девушка Конечно, она познакомится Ну допустим, я так скажу Она мне, конечно, скажет Она же вежливый человек Она скажет Здравствуйте, пожалуйста, проходите Значит, меня зовут так-то Давайте познакомимся Ну как вот люди знакомятся? Наверное, она скажет Не хотите ли чаю? Я скажу Ну да, конечно Спасибо большое Чайку, замечательно Вот мы сядем с ней пить чай Ну, чай же не будешь пить молча Наверное, какой-то разговор пойдет О жизни, там, то-се Она мне нравится и так Я ей, наверное, понравлюсь, да? Ну чем это может кончиться? Ну попили чай Потом она скажет Не хотите ли бокал вина, например? Ну, конечно, я захочу бокал вина Мы выпьем Там, так сказать Разыграется, так сказать Чувство Взыграет кровь у меня Я ее поцелую Она мне ответит Я начну ее раздевать Ну, тут уж, конечно, секс Все Тут уж не до утюга Раз секс Два секс Три секс Хорошо, замечательно Потом она забеременеет Понятно, что во время бурной любви Все бывает Ну, она забеременеет Надо будет на ней жениться Пойдут дети Пеленки Бессонные ночи Тесть Теща Вся эта ерунда Господи, зачем мне все это надо? В эту секунду Он уже в ее двери Наживает звонок Она открывает дверь Он говорит Да пошла ты С твоим утюгом Слушай, это вот как раз В сегодняшней теме Да, да, да Да, да, да Это предусмотрительно молодой человек Да, как же, да Вот такая история про утюг Замечательная Ну что, чаек? Кофеек Йокю Крылья От бессилия Крылья Крылья Духтер, доктор Обвинуться, может, мне? Не надо Не надо У нас же та камера Тут же у нас только звук Да Наливайку Да, наливайку Такая фамилия Да Без чего? Би-Зе А, би-Зе? Да Он би О, слушай, классное название для группы Би-Зе Да, это верно Би-2 есть А будет Би-Зе А вы думаете, что Би-2? Они действительно би? Я думаю, что они би Я думаю, что они три Потому что они ещё музыку имеют Да, а что, они труд? А, всё они труд Всё они труд Диезы и бемоль Бемольные диезы Когда ты сам хефец был бодрый Да Лохматый Да С этой гривой, которая в фейсбуке Нет, таким моя жена меня не видела Ну, так мало ли каким твоя жена Твоя жена не видела Моя жена меня много тоже таким не видела Я к твоей жене уже Сильно поредевшей шевелюрой попал Понятно Ну, что? Я думаю, что мы с тобой сейчас будем начать заняться. Доброе утречко. Доброе утречко. Доктор, выпьем чаю. Выпьем чаю. Хотя, конечно, там не чай, но мы никому об этом не скажем. У меня чай, я тебя не знаю. Нет, у нас не чай. На дворе весна, все кругом тает, все кругом течет. Отвратительно. Ой, это и замечательно. Ну, вот, собственно говоря, весна, она и есть, собственно говоря, тема сегодняшнего разговора. Потому что мы будем говорить о последствиях весны. Ой. Можно сказать о последствиях в том числе весны. Ой, кошмар. Да. Последствия весны. Кстати, я не знаю, как ты, я лично не поздоровался. Да. Здравствуйте. Доброе утро. Уважаемые наши смотрящие. То, что я забыл поздороваться, это тоже весна. Моразм. Обострение. Ну, сколько места занимает вот эта вот упаковка с презервативами? Неужели трудно в своей сумочке женщине или мужчине носить это? Ну, примерно так же, как сейчас тянусь от салфетки для протирания. Да, почему? Что такого-то в этом? Ну, я понимаю, что и женщины, которые на регулярной основе, значит, пероральные контрацептивы не принимают. Ну, потому что у них нет регулярного секса. И стало быть, нет необходимости эти лекарства принимать. Но носить с собой в сумочке на всякий случай презерватив... А вдруг повезет, то, что называется. Да. Это совершенно прав. Нету сумочки, вот автоматы должны быть на каждом углу. Да, в любом кафе, в школах обязательно. Вот здесь на стене должно висеть, вот в школе, где угодно. В любом месте, где есть люди. Ну, правильно. Вот мне нравится. Есть кинотеатр, который очень люблю, «Октябрь», да? А, да. Да, нормально. Он работает, к сожалению. Он давно работает. Я же не знаю, я давно был. Он давным-давно работает. Сделали его очень хорошо. Мне он очень нравится. Я его люблю. Это реклама, бархат. Это реклама. Ради бога, я готов их рекламировать. Я готов тех, кого люблю, рекламировать абсолютно бесплатно и сколько угодно. Ты меня любишь? И тебя я ненавижу. Понятно, почему ты не рекламируешь? Никогда. Нужен ты более. Вот. И я что хотел сказать? Что мне там нравится? Потому что там кинотеатр, там есть небольшая дискотека, там кафе. И у них, когда зайдешь в туалет, у них в туалете стоят два автомата. Гениально. Не знаю, как женская, может, там точно стоят. Гениально. Вот ведь основное завоевание Великой Октябрьской Центрической Революции. Кинотеатр называется «Октябрь», и каждый пролетарий может купить там Ганду. Ну, минуточку. Не Гандон, а Кондон. Да, да. Прекратите вот это вот. Короче говоря, я хочу выпить. Я хочу выпить. Я считаю, что мы с тобой все сказали. Я хочу выпить за две вещи. Я хочу выпить за грамотное предохранение и за свободу выбора. Да. Да? И все. И вопрос абортов будет решен. Знаешь, а к этому все я хочу добавить. Да. К этому хочу добавить. Я хочу также выпить за то самое молодое поколение, тех самых школьников, которых я уважаю намного больше, чем самого себя. Дети мои, в прямом и в переносном смысле. Вы молодцы. Вы прекрасны. Вы умны. Вы замечательны. Вы сделаете этот мир таким, каким он и должен был бы быть, если бы не мы, старые пердуны. Поэтому предохраняйтесь, да предохранимы будете. И будьте свободны. Будьте свободны. И имейте возможность. И имейте возможность. Держи выбора. Сознательного. Сознательного выбора. Ура. С весной вас? С весной. Ой, с весной. Ой, коньячок. Ты же не Жванецкий. Это тому, что он вилевает место чая, коньячок. Нет, не Жванецкий я. К сожалению. А так хотелось. Да ладно. Пока. Дорогие. Замечательно. Да. И по-моему, не длинно. Минут на 20, я думаю. Я тоже так думаю. 23 минуты. Ну, 23 замечательно. Нет, постараюсь. Если это с ним возможно.